В каждой смоленской новостройке установят пожарную сигнализацию и специальный датчик. Нововведение вступит в силу уже в марте. Правило распространяется на все строящиеся дома, независимо от этажности и площади. Однако в МЧС говорят, что пожарные извещатели особенно нужны старым строением с плохой проводкой и частным деревянным домам. Тема продолжит Анастасия Рыжикова. Этот маленький прибор спас уже немало жизней. Пожарный извещатель срабатывает вовремя. Когда дыма еще немного. И у людей остается время на эвакуацию. Продукты горения самое страшное в пожаре. Едкий дым токсичен и способен погубить за считанные секунды. Сегодня датчик устанавливают дома у Нинель Жмакиной. Он мне поможет и по телевидению, и по радио. Извещают, как себя вести при пожарах и куда обращаться. Позвонить в пожарную. Ну а потом нужно собрать документы. В первую очередь, ну на себя, как говорится, одеть что-то такое. Ну и соседей предупредить. Пожарные извещатели стоят недорого. Место занимают немного. Их устанавливают всего за пару минут. И ухаживать за прибором просто. Раз в полгода в нем необходимо заменить батарейку и иногда продувать пылесосом. По инициативе Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с городским отделением Всероссийского добровольного пожарного общества мы устанавливали такие автономные пожарные извещатели. Ставят такие приборы одиногим смолянам почтенного возраста и многодетным семьям в нашем регионе совершенно бесплатно. До конца марта в областном центре планируется установить 10 таких извещателей. Анастасия Рыжикова, Сергей Зуев, Вести Смоленск.